История снаружной рекламы в Сарове длится много лет. Долгое время размещали её бесконтрольно, и бюджет не получал доходов. В 2017 году прошёл конкурс, в результате которого два лота выиграла компания «Два Аякса», а один «Ударник». Обе организации предложили беспрецедентные 100% размещения социальной рекламы. Это от кого заявка? От «Два Аякса». Два Аякса. Предложение участника конкурсу по критерию К2. Предложение по размещению социальной рекламы в процентов от годового объёма распространяемой рекламы 100%. Вот номер два. Заявка на участие. Форма номер один. Общество с ограниченной ответственностью. Два Аякса. Предложение по размещению социальной рекламы в процентов от годового объёма распространяемой рекламы. Критерий К2. Предложение участника 100%. Заявка на участие в конкурсе на вот номер 3. Заявитель общества с ограниченной ответственностью «Ударник». По размещению социальной рекламы в проценте от годового объёма распространяемой рекламы, критерий К2, предложение участника 100%. Однако за 5 лет 100% социальной рекламы на счетах город так и не увидел. По отчёту контрольно-счётной палаты за 2017-2020 год в Сарове размещалось не более 6% социальных материалов на муниципальных местах. В конце марта этого года истёк срок договора с победителями конкурса. И согласно федеральному закону о рекламе, организации, размещающие рекламу, должны убрать её со счетов в течение трёх дней после окончания действия договора. Значит, когда он закончился, то те организации, которые эксплуатируют эти рекламные счеты, они должны убрать эти счеты? Да. То есть, прямо в договоре, это в стандартном, в самом деле договоре есть, они тоже демонтируют, да? То есть, и вы аукцион не будете проводить до того, пока данные счеты находятся на тех местах? Да. Администрация направила собственникам предписание о демонтаже старых рекламных конструкций. Однако убирать их никто не спешил. В бюджете города на демонтаж заложили 500 тысяч рублей и провели аукцион на выбор подрядной организации, которая займётся этим вопросом. Но и здесь дело не сдвинулось с мёртвой точки. Договор не исполнен. Это ООО «Мартин», фирма. Заключён по результатам открытого аукциона на муниципальный контракт на демонтаж всех рекламных конструкций. А сроки? 31 мая. Сроки 31 мая, да? А победила фирма «Мартин», она свои обязательства не исполнена. Ну понятно. То есть вы будете расторгать? Да, скорее всего будем расторгать. Ну, не скорее всего. А какие среда организации? Я не помню. Ну, это муниципальный заказ. Кугукин сам? Да. А, ну, Мартин. Очевидно. Я себе внесла. Очевидно. Сергей Кугукин, депутат шестого созыва Саровской думы и главный редактор СМИ группы компаний «Два Аякса». Срок демонтажа конструкции истёк 31 мая, однако на счетах по-прежнему можно видеть коммерческую информацию, причём она регулярно обновляется. Вопрос народных избранников докладчику о том, внесут ли организацию ООО «Мартин» в реестр недобросовестных подрядчиков, остался без ответа. А реклама, между тем, продолжает висеть на счетах незаконно, принося прибыль их владельцам. Сегодня рекламные конструкции стоят, эксплуатируются без разрешения, но сейчас мы думаем, как действовать дальше, потому что срок договора истёк только-только на днях, он не исполнен, поэтому будем думать, как в этой ситуации поступить. Народные избранники решили не думать, а действовать. В ближайшее время в правоохранительные органы направят письмо от депутатов с просьбой разобраться в ситуации, провести проверку и привлечь виновных к ответственности.